всем привет сегодня мы будем играть в растения против зомби сейчас наверное несколько некоторые из вас задаются вопросом почему игра вот в таком виде вся проблема в том что у меня почему-то не получается записать видео то есть OBS не захватывает экран когда я беру его на полный экранный режим поэтому придется играть вот так размылено немножко ну ладно думаю это не беда сегодня же у нас игра детства многих в том числе и моя игра детства а именно растения против зомби ладно игра на русском так что проблем по идее не должно быть все погнали игра 2009 года выпуска музыки не будет потому что я не знаю есть ли на него а.п. я почему-то фильмами пережила хотя ну ладно это вдруг потом когда-нибудь ну ладно что-то заговорился вот геймплей да русская озвучка я впервые об этом слышу вообще вы слышали? русская озвучка присутствует мы наверное в каждой мы наверное в каждой серии будем проходить либо там по 5 уровней либо же по всему этому эпизоду но сейчас для теста я просто сниму там прохождение там не знаю до боулинга боулинг пройдем и все можете потом мне в комментариях написать как будет лучше с музыкой или без ей но я ее пока все таки могу включить да вот да вот 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 Может потом когда-нибудь, когда игру пройдем, я на стримах буду как-то режим выживания, надеюсь это вообще будет интересно кому-то. Но я тут рядом с тобой еще в ОБС-ках включен, я видел, как по-моему на экран идет. Ну пока вроде все хорошо, ничего не лагает, я в шоке. Игра не лагает, если вы не понимаете о чем речь, то все хорошо. У меня почти все игры, которые я записывал, они постоянно лагали, но вот это для меня просто лучший цвет какой-то. У меня тут конечно кладута. Молчу как не в себя. Так. Наверное сегодня в описании донатик я подключу. Так. 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 Ну что еще раз? Ваши. Например. На Калипнике. Это парень. Если это я просто огоянся. Так. Ваша. Как вот эта петля. И вот эта петля, как и все такое угодно, я не знаю. итак пока я играю можно объяснить несколько вещей которые у меня сейчас в голове ходят ну вот допустим про манипуляции почему же я спустя только месяц или больше когда я был без компьютера и у меня вообще ничего нет вот у меня получилось выпустить этот режим который вообще не там но зато нам легал от популярности и вот этот он валит которая все еще находится в ходе ну вообще просто прям дымка вот видимо за все то время как пока я ничего не делал я наверное просто окупел и решил с того не всего перебраться на игре как-то не делал ну я хочу внедлить систему реального времени это потому что это как-то более логично будет и была все до 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 толст Berk Может, когда-нибудь я создам одну версию этой игры, хотя кому она вообще не надо. О, ну всё, наконец-то пошёл. Многие из вас спросят, почему я делаю двери не подсолну, не подкину, а я вам скажу, это в будущем очень помогает. Надеюсь, меня слышно. Очень помогает то, что у меня два ряда подсолнуха. Очень много солнечных падает из неба и так далее. И наступает финансовая независимость. Начинаю распиливаться умными солнечками. А тем временем, я всё это заговорился, мы перебрались на уровень 1-4. И у нас готова первая линия подсолнухов. Я, пожалуй, пока не буду ставить подсолнухи. Вот о чём я и говорю. Только что. Если бы я сейчас поставил подсолнух, то у меня бы не хватило на него солнышка. И это было бы плохо. Очень плохо было. Ну вот, наверное, после этого уровня и боунинга, я закончу снимать ряда. Всё, первая линия подсолнухов и закончена. Теперь у нас есть базовая линия защиты. А, блин, совсем забыл. И у меня же, я же не могу пока проводить гранд-стяк. У меня нет каких-то простых вещей. Так. Ну ладно. В ходе что-то достучится, я только наконец-то это сделаю. И всё, можно заканчивать строю. По памяти всё можно поставить. Иглазаре. А у вас тоже, кстати, иглазаре же, когда тут какой-то там левый постолбок стоит, и его никто не берёт. И меня это очень интересно. И пишите комментарии, если вам тоже это очень подвешиваю. Сейчас можно просто бросить бомбу, то есть его бомбу, ришнёвую бомбу. Это отбросить бомбу. У меня, в принципе, на моей комнате мне бы хватило ещё одну линию построить. Это уже не скучно. Лопата позволяет выкапывать растения, чтобы посадить бомбу. Да ну. Привет со всем. Меня зовут Бесун-Бесун. А ты можешь звать меня просто Бесун-Бесун. Слушай, меня есть ли ты? Бесун-Бесун. Использую лопату, чтобы выкопать их на растения. И начинай копать. Хорошо. А вот и сюрприз. У меня плохо получается, что его переводить. Я просто его скикну. Пропущу. Не скикну, а пропущу. Будем поводить за наш трамок. Нет, куда я на потом оставлю? Да что такое? Это, кстати, моя тоже мой любимый, мой любимый, песенка. Нет. Да что ты будешь делать? Давайте я один поставлю. Зачем у них так нельзя? Если у кого-то из вас есть вопросы по самодану, где она заденет, я думаю. Так, ладно. Мы почти прошли. Времени почти 14 минут. Ну, думаю, неплохой материал в первой серии. Напишите, как он отрубит, как он играет, как он играет, как он играет. Мать, мне играть, честно, мне очень нравится. Такое, такая листья. Я с ней играл где-то еще робот, как давно играл. Я, кстати, с G7 в том числе играл. Я был единственным, что он мог подвести за него больше. Для меня это такая вообще была. Я себя просто подсчитывал, чем-то не совсем. Вау, вау, вау. Ну, ладно. Картофельная мина взрывается при контакте, но на зарядку требуется время. А на то, чтобы я потом увидел ваши комментарии и, может быть, продолжал эту игру снимать, на это тоже потребуется время. И при контакте... Блин. Ладно, не буду что-то выдумать. Просто скажу, что на этом мы, пожалуй, закончим. Игра мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Напишите в комментариях, если хотите видеть еще. Ну, а так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok